Рождённая христа отома достаточно редко, рождённая христа отома, с техникой отростком. Вообще рождённая христа отома достаточно редко встречающая христа отологию, и на ранней стадии получает достаточно симптомы, что в общем-то не важно. Первые симптомы могут появляться только пока, потому что достаточно выраженные эсклюзивные процессы. В рожденном христовом происходит достаточно глиональной операции ткани. Впервые она была отчислена 53-м, потом с Антон-Корбардом. Встречается достаточно редко от 25% всех христовом источных куст простей. И ее диагнозируют чаще, это 20% и чаще всего, по данной литературе, конечно, потому что, в данной литературе, здесь выявляется христовом, гражденном барабанном поле. Врожденная христотома называется врожденной, когда, в общем-то, присутствуют некоторые критерии. При ротной лимбоскопии чаще можно лезть нормальную барабанную перехломку, и она может быть вручково изменена. Она состоятельная. Формальное масло присутствует идеально барабанную перехломку, и, в общем-то, не связано с ней и при анализе, отсутствие заболеваний в ухо или раннее кровяное терапевтическое лечение. А на следующий день наличие перфорации барабанной перехломки не снимает диагноз врожденных христотомов, а так как эта перфорация может быть вторичной, а откровнена уже воспалением христотомов, о том, который была задней делой барабанной перехломки. Хочется еще раз отметить, что она длительный включет на слиптомы, в общем-то, чем опасна данная патология. Первыми слиптомами могут быть снижение слуха, в его окружении очень часто в центре 50% случаев обращаются с поразними силовыми нервами, и также может быть первые симптомы, это очередное осложнение. В данной компьютерной перфорации представлена врожденная христотома, это массивная лабиринтная христотома, первыми симптомами данный пациент тут собственная лица, с чем она была и диспетализирована. При этом может быть подробно, что барабаны полосы уже имеют никакие. Существуют различные классификации пирамиды височного пояса, часто используются в классификации Малисамо, которые мы разработали в 93-м году. В 2015 году японским обществом бакаловиков была предложена классификация врожденных христотом, которая основана на локализации и распространении христотома. В общем-то, это классификация достаточно тонн, это разделяется на 4 стадии. Первая стадия классификация барабанной полосы, вторая стадия восстановления цеплее воли областей, соответственно, с темпоральными осложнениями, и интракраниально осложнениями. В зависимости от стадии процесса, соответственно, можно планировать объем и уже прогнозировать рецидив христотома, улучшение слуха и каппо-крайдерации. Но во всех представленных классификациях предстотом рожденных христотома с остеридного отродка, она не вкладывается с тем, что в патологии достаточно редко, и в общем-то, в литературе очень много данных по частоте встречаемости в диагностике и литературе. В представленной литературе существует, в общем-то, мы нашли несколько обзоров, в основном это единичный обзор клинических случаев рожденных христотома с остеридного отродка. Есть некоторые данные по статистике. Лечение, конечно же, данной патологии хирургической. В основном была выполнена раздельная антикантромостеотомия с сохранением задней стенки, с передателем задней христотомии. Однако отдаленный результат, в общем-то, к обзору подставленных не было. Из данной литературы описываются следующие симптомы врожденных христотомы. То есть, длительное время нет пациентов, нет движения слухи, никаких-либо других проблем, потому что длительное время она еще с симптомами. Поэтому сопровождается достаточно большими размерами и значительной дискуссией окружающей костной ткани. Когда уже христотом достигает больших размеров, пациенты могут сжаловаться на боль в заушеной области, боль в затылочной области, уже совсем, когда идти с протекального слоя, появляются признаки доставленного процесса. При этом мы видим, при локонекоскопии нормально на барабанную перепонку. И по данным каналам порогового христота может быть чаще всего в отделах красной нормы или снижение пациентов. Диагностика основывается помимо естественной глибокоскопии пороговых тестов, основной это компьютерная информация височных костей и МРТ. МРТ сконтарстированная для исключения каких-либо образований стыльного отростка. И, конечно, МРТ в манопедевой режиме, который может подтвердить диагностики министатома. На данных компьютерной темографии по данной литературе визуализируются различные инструктивные полости в области систилиного отростка. При этом барабанная полость не заинтересована в процессе. По данным МРТ мы можем видеть образование систилиного отростка. В общем-то, пациенты обращались жалобы на боли в области заушной области, один из них на боли в затылочной области. Один пациент лишь указанный жалоб беспокоили пациента в течение 4-5 лет. Один пациент был ранее госпитализирован в клинику систилинику систили отростального абсцесса. Он был в инструкции отростального абсцесса, дана рекомендация до обследования. Второй пациент вмечал постепенное снижение звука и постоянные боли в затылочной области в течение 3-х месяцев, что, собственно, и послужило для обращения в клинику. У третьих пациентов уже обратилась к клинику отростального абсцесса с тем, что или она была госпитализирована по срочным показаниям в столь помощной клинике. У всех пациентов в 3-х нюкороскопии была виблиотезирована сформирована минерная барабанная перефонта. Она была состоятельна. У одного пациента живут в пределах возрастной нормы и у одного пациента была смешана подолгость в столь наше что начало в 25-м и задолго. У всех пациентов конечно было выполнено на компьютерной фотографии сочных костей. У трех пациентов была аналогичная картина, была вымена большая деструктивная полосокосоцистеринного отростка и по данным МРТ образование в области стерильного отростка и выполнено в режиме что предупреждало наличие полискотомы. Это данные пациента первым можем иметь инструкцию в области задней стенки со стерильного отростка. Если данные пациента также с рожденным полискотомой в инструкции несколько больше и больше полосокосоцистеринного по данным МРТ мы также можем визуализировать стерильного отростка достаточно большим размером, а здесь функция с задней стенки, на которой прилежит твердый ноговой молочной задней череповой ямке. Это был пациент, который обращался в супериостальный абсцесс, тоже большая дискуссионная полка и изменение в области сцеридного отростка в образовании христиантов. У этого пациента было выполнено терапевтическое лечение в нашем клинике. Это первый пациент, который был ранее вскрыт в супериостальный абсцесс. Мы уже видели инструкцию партикального сбоя и достаточно большая дискотона, которая будет плотно авторировать основу сцеридного отростка в виде была большая сцеридная полость, с уменьшением твердой ноговой оболочки задней, символизированной синхронной вены, каналы целого мира, кваспортно-настоидальной модели. Вся христианская часть была подлинна в связи с тем, что в Альпусе и Вандерне решили удалить заднюю стенку нарубную трубовую проходу. Выполнили степальную пластику, так как удалили на таланью. Выполнялась степанная пластикова, тут еще у нас специальный трансплантат, но выполнила свою пластику, и все, что полость достаточно большая, тут еще у нас опасается и мятофасциальным лоскутом. Естественно, этот пациент находится под частью на наблюдении, мы планируем через 12 месяцев с обязательным РТ-номом определяем режиме, так что, конечно, в данном случае не случилось. Второй пациент, хирургические находки, в принципе, были аналогичны, также большая деструктивная полость с большими разрушениями, с обнажением твердой оболочки задней череп ноги, выполняется гневная генка, аналогичного нерва, однокленности валитуса, валюции, и при ревизии обрабатывающего процесса, решено было сохранить заднюю степку дорожного цифрового прохода, и данная полость была оптурирована ауто-жировой тканью, также данный в целом наблюдение находится уже 6 месяцев, в общем-то, пока у обоих пациентов не было ни ликвары, ни оберегативных упражнений, не планируется МРТ в обязательном порядке для режима. Таким образом, в остальном случае, следует следить за длительным бессимптомным течением врожденных местотов у нас педального отдела, сопровождающихся выраженными структивными изменениями в пирамиде источных костей. На наш взгляд, объем хирургического вмешательства определяются данными от энероскопической картины, конечно, КТ и МРТ, но на плакающую рогу я принято это интерферационный наход для своевременно-необъемных дел. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...